Езжала пешком до сестры, холодно, и это все лицо прямо горит сейчас, замерзло, ну, лицо замерзло. Поехали к сестре троюродной, в гости подарочек взяли, и навестить хоть ее. Почты в России. Воскресенье работают и так удобно, вот главпочтамп работает, по-моему, до 8 или до 9 вечера. В Америке все почты закрываются в 5 часов, и вот до 5 часов ты должен успеть что-то сделать, а ведь многие-то люди работают, и это не очень удобно. В воскресенье вообще все закрыто, а в субботу до 2 только главные почты в городах работают. Такие маленькие, они закрыты, и, естественно, везде существует человеческий фактор. Сейчас разговаривали со Светой, она также говорит, вот приходишь иногда на почту, ну, вредная сидит какая-нибудь, неохота ей заморачиваться, ничего не подскажет, посылку не примет. Знаете, все шаляй-валяй сделает, еще сделает так, что еще хуже будет. И вот у нас везде бывает, без него никуда, и вот только благодаря этому посылочки так хорошо отправляют все эти проблемные. Там, знаете, Донецк, еще какие у нас, этот Крым, все это очень непросто. И вот опять то же самое, когда наткнешься на нормального обслуживающего персонала, все хорошо в Америке, точно так же, там тоже есть еще какие-то противные, да, про почту рассказывают. Знаете, подойдешь, то не туда оформят, то мы такой размер не берем, хотя беру, знаете, не хочет это поднимать. Ну, вот, как бы, всякие люди есть, конечно, совсем сталкиваешься этим, с человеческими характерами, с вредностью. Что-то там получило. Так что я все заказываю с Алиэкспресс для тортов, заказывала всякое, к Новому году, думаю, какие-нибудь новенькие украшать, там, торт. А, поняла. Неудобно только, заказываешь, а в разное время приходит, приходит все время. Ну, а ничего, да ты прямо Алиэкспресс, да, с Войла? Только что, это самое, уже старое, это уже не модное Алиэкспресс, это так. Сейчас здесь другие. Велборис. Велборис, да все, ну, я не знаю, на Велборис я не видела, что хотела. Это с магазинов ты заказываешь? Ну, да. Ну, что сидишь? С Алиэкспресс. Ну, ты что? Да, там с копейки же все стоит. Да. Ну, как копейки, нифига не дали копейки. Ну, для ногтей, я знаю, там заказывают все эти, как их, покрытия, да все. Ну, там что только нет, конечно. Да. А долго идет? Да нет, недолго, где-то недели-две бывает раньше. А там услуга у них есть еще, если хочешь пораньше получить, например, там на доллар больше платишь. А, понятно. И тебе бы раньше уже идет, видимо, быстрее самолет летит, видимо. Ага, ну да. А еще детям многие там заказывают одежду всякую. А, не знаю. Я только вот для своих кондитерских изделий больше так-то ничего. Хочу тебя попросить два торта сделать. Да. Да, сможешь? Ну, небольших. Так, я в гости собираюсь. Заказ тебе хочу сделать, да. Ладно. К кому? А, к Наташке пойду. В гости схожу. Ага. Сейчас еще вот сюда вот заедем. Давай. Показываю немножко города. Я заехать хочу в фикс прайс, надо Иринке губки купить. Ага. Вот, сейчас, быстренько. Заехали в фикс прайс в магазин. У нас они пользуются очень большой популярностью. Так же, как магазины в Америке. Там 99 центов, потом доллар 3. И здесь, в этом фикс прайсе, вообще можно все купить. Все, что надо. Денег сэкономить. Как хорошо в машинке-то. Вчера столько трамвая ждала стояло. Минут 20 или 30. На Ленина. Все-таки так. Как-то не поймешь, как ходит. То хорошо, то плохо. Как подбежишь? Подбежишь удачно. Хорошо уедешь, не подбежишь. Будешь стоять. Вот уральские суровые женщины ходят. Уральские суровые мужчины и уральские суровые женщины. Я имею в виду, видите, вот как на Урале одета. Где-то тут смотрела тоже какое-то видео. По-моему, Москву показывали. Там снега столько нету. Хотя тоже не славится погодой-то хорошей. Какой-то Украину, что ли, какой-то там был этот ролик. Там вообще тепло у них. Сижу, слушайте, такие люди молодцы. Мужчина прошел с лыжами беговыми. Вот две женщины также куда-то, видимо, туда купи, к стадиону пошли. В спортивном. Видимо, ходьба. Молодцы. Знаете, погодка-то так себе. Еще утром надо встать да заставить себя куда-то идти. Вообще молодцы. Очень классно под эти пуховики-то. Ну, видите, все. Точно, она пуховая. И вот эта хорошо открывается. Да. Все, одевая горло. И всякие шубы. Сейчас пришли к троюродной сестре. Это по нашей бабушке. Две родные сестры были. Вещи такие у них одинаковые, видимо, были. Все время куплены. Вот скалочка такая древняя. Потом вот эти вот волжки. Помню, бабушки приходили. Ели такой посудой. Тарелочка вот такая. Помню, бабушке приходила. У нее кружки такие были. И тарелочки вот эти. И она идет мне блинчики, несет с чаем. Что это за тарелочки интересные? Так, красиво. Полотенчишко. Видите, русское народное. Все расписное. Так, вот наша прабабушка. Олимпиада Алексеевна. Такие фоточки классные. Вот она. Мы все на нее похожи. Кругло лица. Глаза у нас. У тебя, кстати, более открытые. А у нас цирк это вообще такие с мешками. Эти монгольские или татарские. Ну, вот такого плана. Видишь, с мешками. Упавшая века или как там называют. Это вообще классно. Это мама может быть даже. Да, с матерью и сестрами. Наша прабабушка. Ну, да, хавга. Это бабушка, папина мама, в которой я жила все лето. Вообще так любили мы ее. Это вот прабабушка. Это сестра. Вот Иринкины. Иринкина бабушка. Вот две родные сестры. И папа их. Прадедушка. А это папа папы. Что ты, Ирка, говоришь? Вот видите, я бабушку мехату люблю. Я в такой же вот тут снималась. В Чернобурге-то. Надо же. Один в один. Смотрите, какие фотографии раньше делали. Свердловск. Фотоателье. Помню такие. Такие женщины. Вообще. Антиквариат. Вот здесь, да, еще книги-то. Эта книга у нее стоят в трилле, да? Вот там в глубину, да? Да. И банда есть. О, Виктор Пронина, помню. Вот я зачитывалась. Дед у нас. У нас и дед все время читал. У него секунды не было, чтобы он не читал. Он всегда с книгой сидел. Так что ты у деда? Да, точно. Вот это помню. Прямо зачитывала. Из-за того интересно. Квасные. Вот он, Канан Дойль. Только всего две книжки. Поющие в Терновнике. Шукшин. Анжелика Маркиза Ангелов. У меня тоже все их перечитала. Вот эти вот. В таком переплете обожаю. Помните? Такие книжки. Такие книжки. Я помню, с детства учили. Ну, это вообще вот просто пальцы немножко. Как у собачьей вальфи. Юля ухаживает за нашей троюродной сестрой. С ней случилось большое несчастье. И как они нашлись. И как все это получилось. Это все у Юли на канале можно посмотреть. Прошу не писать в каких-то отвратительных комментариях. Человек на инвалидности. Угучили. С ней проще. Прошу не писать. С ней проще. Стал перемного є. С ней проще. Прошу не писать. Ужалив». Человек Шук.